От героев популярных фильмов до необычных образов. Участники костюмированного забега в День России, как всегда, к делу подошли творчески. Членов жюри больше всех удивила гостья из Саранска Антонина Колумбина, специально приехавшая ради этого старта. Изначально хотела бежать в костюме лисы в честь своего клуба, но из-за жаркой погоды выбрала более летний вариант под названием Королева спорта. Это просто невероятные эмоции, впечатления. Кто-то бегает, а кто-то создает праздник. Вот я за то, чтобы праздник был без нас, таких красивых. Здесь не то настроение и не те, я уверена, результата. А те, у кого было более соревновательное настроение, оделись подобающе. Беговая форма, кроссовки и аксессуары, которые помогали справляться с жарой. Организаторы тоже старались создать для бегунов комфортные условия. Раздавали воду из-за тоники и применяли специальные разбрызгиватели над трассой. Постоянно поддержка чувствуется вообще, музыка, болельщики постоянно поддерживают и прибавляют сил на дистанции участникам. Также пункты питания практически через каждые 500 метров в обратную сторону. Очень много различных затонников, напитков. Пока проходили забеги на средней дистанции в 5 и 10 километров, на трассе по Самарской набережной уже бегали предварительно стартовавшие покорители полумарафона. Стартующих разделили на несколько групп в зависимости от возраста. Среди них были и профессиональные атлеты, которые этот старт использовали как подготовку к всероссийским соревнованиям. Сейчас идет подготовка к Кубку России, но она, так скажем, идет с перебоями на разные старты, которые необходимы. Все прошло как в тренировочном режиме, в комфортном становке. Я, в принципе, просто пробежал довольно результатом, как тренировкой. Помимо серьезных дистанций, самарцы и гости города могли пробежать 3 километра, самарскую милю в 1586 метров. В программе также были детские забеги и специальный семейный старт, где результат семьи складывался по времени, которое показали ребенок, мама и папа. Такой подход к легкотлетическому празднику со стороны организаторов, когда и профессионалы могли проверить свои силы и любители получить удовольствие от пробежки в приятной компании, позволил 10-му фестивалю «Королева спорта» преодолеть очередной рубеж по количеству участников. 2500 человек из 140 городов России и ближнего зарубежья. В фестивале он яркий, много дистанций, много различных вариантов проявить себя. Растем, развиваемся, ну просто смотрите, какая прекрасная погода, какие прекрасные просторы. Просто вот душа просит, возьми и пробегись, поэтому приезжайте к нам обязательно в Самару. Фестиваль не ограничился только беговой программой. На набережной также состоялись игры ГТО. Это эстафеты, где команды соревновались в выполнении различных нормативов на скорость. Сначала прыжки в длину, затем отжимания, подъем гири и корпуса и подтягивания. Судьи следили не только за скоростью выполнения упражнений, а также за правильной техникой. В составе каждой команды было по пять человек. Многие соревновались сразу после покорения беговых дистанций. Традиционно также в этот период времени вместе с мероприятием «Королева спорта» мы проводим эстафету игры ГТО, в которой команда состязуется, показывает какие-то ловкие, сильные, смелые и быстрые. И, соответственно, показывает свой командный дух. Поэтому сегодня у нас замечательная погода, уникальные события. Я надеюсь, что все получат максимальное удовольствие от того, что они пройдут свою дистанцию, заберут свой заслуженный приз и покажут, что они самые лучшие, самые спортивные, и что они замечательные жители нашей прекрасной страны. Фестиваль «Королева бега» входит в серию легкоатлетических стартов, которые каждый год проходят в Самаре. Спортсмены, которые участвуют во всех, могут собрать уникальную коллекцию памятных медалей, которые выдают каждому финиширующему. Впереди в этом сезоне еще три старта. Ночной забег, самарский марафон и забег в День народного единства. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.